Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день, даже 55 процентов в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. О, здорово, бандиты. Мы начинаем потихонечку. Сейчас мы подождем немножко, пока люди понабегут. Я вам пока на правах рекламы, пока вы собираетесь, прорекламирую книгу «Преодолевая гейнгста щит», которую написал Касс. Вы, я думаю, знаете, кто такой Касс. Если не читали, то почитайте. Там все его твиты. Он вел твиттер из тюрьмы и не так давно освободился и написал книгу. Ну, не то, чтобы написал книгу, а собрал, судя по всему, все свои твиты. Вот, довольно прикольно. Вот, салют-салют. Я сначала вам в двух словах... О, Анухин, привет. Кирюх, ты знаешь, да, что у меня в Яндекс.Такси на аватарке твоя фотка стоит? Не знаю я, причем, зачем это происходит. Но я решил свою, короче, не ставить фотографию. Я скачал твою аватарку и поставил себе. Вот. Давайте я расскажу буквально в двух словах, какие новости. Я вернулся, я думаю, если вы следили за Инстаграмом, я вернулся из отпуска. Был во Франции, Испании. Много где, почти три недели отсутствовал. И, конечно, время это не прошло даром. Было написано несколько куплетов. Довольно много куплетов. Несколько полноценных треков. На наш готовящийся совместный альбом с Тони Раутом. Вот. И... Ну, в таком, типа, в демо-варианте. В сыром, в необра... Еще пока не причесанном. Вот. С Тохой альбом мы пишем. Я уже говорил, что выйдет он весной 2019 года. Вот. Потому что, скорее всего, дописан он будет зимой 2019 года. А потом будут вести всякие такие работы, как сведение, мастеринг, рассылка этого материала по всяким там площадкам там и так далее. Ну, то есть я вначале расскажу, какие, в принципе, новости, а потом кого-нибудь из вас поподключаю, может быть, к эфиру. И мы сегодня с вами разыграем пару билетов на концерты на грядущие. Потому что у нас впереди будет большой очень тур. Поэтому пару билетов обязательно разыграем. Вот. Только вы сразу не набрасывайте кучу заявок на участие, потому что чуть попозже. Вот. Тур будет у нас очень... Планируется такой масштабный. С Тони Раутом осенний. Примерно в октябре мы начнем. И я думаю, в декабре закончим. Там будет очень много городов. Я думаю... Можешь потише чуть-чуть делать, пожалуйста? Спасибо. Да. Да, очень громко. Просто я мысли своих не слышу. Вот. Очень много будет городов, повторяющихся по сравнению с предыдущей осенью. Вот. И что-то мы обязательно сделаем новое. Вот. Тур будет посвящен десятилетию нашего тандема. И я думаю, вы уже знаете, он будет называться X-Man. Как X-10. Ну, вы поняли. Вот. Соответственно, все оставшееся свободное время мы сейчас работаем как раз-таки над новым материалом, чтобы не превращаться в артистов, которые ездят там только лишь с одним и тем же. Поэтому вот уже получается следующий тур, он дай бог, чтобы был посвящен как раз новому альбому. Вот. Да, про волосы. Спасибо. Про волосы. Круто. Вот. Да, я пока параллельно буквально на пару вопросов ваших поотвечаю про Башкирию. Так мы же в Башкирию гоняем каждый год. Иногда даже два раза в год. Вот. И тут присутствуют люди. Смотрите, вот как Евгений 1703, который цитирует старые песни. «Моя подруга заварила мне эспрессо». Я, если честно, помню, что это трек, который называется «Ария Макинтоша». Я не помню, я помню, что это припев, вот, но я, если честно, не помню, как продолжить, потому что я свои треки, в общем-то, сам особо не слушаю. У меня в памяти это остается просто, знаете, каким-то фоном. Вот. Классный причесон. Так, да, 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 спасибо, спасибо. У нас очень душно, просто мега в Питере. Наконец-то лето, то есть это ни в коем случае, я не жалуюсь, но прям, прям душно совсем. Вот, кстати, из того, что уже заявлено, будем выступать с Тони Раутом под живую музыку на фестивале «Маятник Фуко» в конце августа. Если кто-то из вас в Питере идет на ВК-фест, то увидимся на ВК-фесте. Мы там будем не выступать, а просто как, скорее, просто, ну, как зрители, то есть отрываться под песни, под песни «Лободы» вместе с вами, вот. И концерт в Москве тоже уже заявлен, на самом деле. Так, смотрите, давайте сейчас мы разыграем. Сейчас так-то так, как новый альбом будет называться, это пока информация в секрете. Много фанатов здесь, окей, 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 окей. Итак, смотрите, вопрос такой. Сегодня я посмотрел на статистику по музыке ВКонтакте, и, по-моему, это было довольно, ну, как-то так, довольно неожиданно. То есть есть официально самый скачиваемый, самый прослушиваемый трек за последние шесть месяцев. Вот. Я не буду говорить вам, с какого... Я не буду говорить вам, с какого альбома этот трек, но ваша задача будет угадать. Если вы угадаете, что это за трек, у вас будет всего одна попытка, и попытка будет только у тех, кто подключится к эфиру. То есть вы должны отправить заявку на участие в прямом эфире. Вот. Я спрошу, ну что там, типа, какая ваша версия? Если вы угадаете, то, соответственно, вы получите проходку на концерт в вашем городе или в любом другом городе, включая Питер, Москву, но только не включая фестивали. Вот. И помимо проходки еще и плюс один вам сделаем. Думаю, можем себе позволить. Итак, варианты, которые вы пишите в комментариях, не принимаются. Давайте сейчас я посмотрю, вы отправляете участие в эфирах, кого-нибудь подключим. Посмотреть. Сейчас посмотрим, посмотрим. О, я вижу, я вижу старые люди из предыдущей трансляции, Адольф Курва здесь, Адольф Курва. И второй раз, пожалуй, не получится. Итак, давайте попробуем. Так, 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 сейчас. Вас все больше и больше. Сейчас, сейчас, сейчас. Итак, пробуем. НАТО Семененко, Семененко, Семененко. Итак, мы ожидаем. Заодно сразу, когда вы присоединяетесь, говорите, с какого города, там, я не знаю, как вас зовут, чтобы мы не тратили на это время. Итак, мы все еще ожидаем НАТО. Так, сейчас, пять секунд, подождите. Так, давайте, подождите, НАТО мы не дождались. Сейчас, секунду еще. Так, сейчас, подождите, давайте, кого-нибудь другого. Просто обновляется постоянно количество людей, которые хотят добавиться и... Черт, 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 черт. Мне даже не выбрать никого. Сейчас, сейчас. Давайте я первого попавшегося ткну. Вот Денис Климов. Давай, Дэн. Дэн, мы ждем тебя. Я не знаю, может быть, у меня что-то не работает, но все на ожидании стоит. Тоже пока не подключается к Денису Климову. Я расскажу вам пока историю коротенькую. Вы знаете, да, что как происходит сам процесс написания альбома. То есть, если в альбоме, допустим, 13 треков, то на деле пишется, там, я не знаю, 19-20 треков. И 6-7, уже записанные, сведенные, они удаляются вместе с... Или они остаются где-то, ну, вот, где-то в загашнике. И такая ситуация чуть было не произошла. Вот я сейчас вспомнил, потому что играет минус из песни «Лестница Якова». Я хотел ее удалить прямо на процессе записи. То есть, я ее хотел удалить, звукорежиссер впервые. То есть, Руслан, звукорежиссер на «Антанде», впервые сказал свое мнение по поводу вообще материала. Вот, он сказал, слушай, ты что, типа, с ума сошел? Такое не нужно удалять. То есть, мнение звукорежиссера на «Антанде» в итоге было решающим. Вот, и потом трек «Свели», я его опять хотел удалить. Вот, но мне Тони Раут, по-моему, сказал, что, типа, удалять не нужно этот трек. Вот, и в итоге он попал на альбом. Но мне трек «Лестница Якова» особо не нравится, поэтому мы его особо не исполняем. О, привет! Привет, привет, привет! Сейчас, подожди, подожди, звука нет. Братан, не слышу тебя. Не слышу, бро. О, слышу, супер. О, слышно? Да, 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 да. Так, я Артур, я из Белореченска. О, супер, Артур, супер. Мы в город не приезжали с концертами, к сожалению. И ты у нас не был никогда, да? Был несколько раз. А в какой город ты ездил? Краснодар. В Краснодар, супер. Смотри, я себя чувствую сейчас ведущим, знаешь, дурацких телешоу, вот, которые по телеку иногда есть. Типа, у вас есть шаг играть в билет, там, и так далее. Но давай сначала ты просто скажешь, все ли у тебя хорошо в твоем городе, как проходит твое лето. Вообще шикарно. Прям кайфно. Согласись, это лучшее лето вообще ever. Да, охрененное. Еще бы твой концерт был, было бы еще шикарнее. Слушай, к сожалению, скорее всего мы снова приедем в Краснодар. Вряд ли мы сумеем приехать в твой город, но я думаю, ты... Ну, это-то понятно, главное, хотя бы в Краснодар приедьте. Окей, смотри, мы приходим к самому интересному, Артур. Скажи, как по-твоему, давай даже, так как ты первый, кому удалось дозвониться на нашу телетрансляцию, так как ты первый, у тебя есть возможность даже сделать две попытки. Какой трек за последние полгода самый застремленный в ВКонтакте из треков с моим участием? С твоим участием? Так. Я сделал трек, мне просто не почему ее отстучать. Ну, такой момент, ты первый, дозвонившись. Итак? Так, 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 так. Несносный дед. Подожди, у него была... Что? Ты сказал, что альбом последний. Ай, подсказка прозвучала. Нет, это не несносный дед, прозвучала подсказка, что с последнего альбома. С последнего альбома. Да, несносный дед, он, по-моему, занимает шестое место. Я так сейчас посмотрел, но типа тоже в топе. С последнего альбома. Давай, у тебя одна попытка. Одна, Артур. Так, 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 так. Бро! Блин. Твое время. Как песок. Блин. А, давай так, Артур. Мы с тобой обязательно увидимся в Краснодаре на концерте. И в... Что? Ты хотя бы надеешь. Да ладно, но он же... Ну, ладно. У меня тут сидит, короче, судья, который меня ругает. Судья все видит. Судья, который меня ругает, что я типа нечестно провожу конкурсы, что я не дал тебе возможность ответить. Ладно, Артур, давай, все-таки твоя вторая попытка. Не знаю, блин. Так, так, так. Ну что? Что, давай отсчитать? Окей, итак. Один, два, четыре. Вендетта вряд ли, не знаю. Да, но Вендетта с альбома Тонера с Трибалом. Вот. Она... Там мы застремлены за шесть месяцев. Даже среди треков, где участвует Тони Раут. Поэтому, к сожалению... Я уже понял. Увидимся осенью. Вот. Потому что у нас осенью будет Краснодар. Я, наверное, спалил, так нельзя говорить. Ну, короче, да, у нас осенью будет Краснодар. Но... Как минимум, с несносным дедом ты попал, типа, в первую шестерку. Вот. Райков. Вот. Все, Артур, давай. Хорошего тебе лета. И побольше... Больше... В твоем городе горячих девчонок, которые будут нападать. Когда они увидят тебя в людях. Все, бро. Давай. Пока-пока. Так, так, я снова остался один. Сейчас, я вам. Тут вы ему наподсказывали. И вы его только сбили, мне кажется. Не, несносный дед, да. Несносный дед, он входит в топы. Но мне кажется, что несносный дед, он был в топе, когда выходил альбом, где был несносный дед. Он же вышел на альбоме Лики Смерти. Вот. И как только альбом Лики Смерти вышел, да, несносный дед был действительно в топе. Вот. Я давайте вам дам первую подсказку, потому что у нас... Вот тут у нас есть Влас Квас, который участвует. У нас тоже в обсуждении. Влас, человек, который знает меня очень много лет. Я же специально дал подсказку из нового альбома. Ну, какая черная магия? Камон. Хотя, на самом деле, черная магия тоже входит в топ-6. Как ни странно. То есть, я, если честно, когда там пишу треки, я же не знаю, что станет там, типа, популярным, что станет непопулярным. Потому что треки пишутся не для этого. То есть, ты просто, грубо говоря, выливаешь, изливаешь свою душу. Как бы это ванильно не звучало и попсово, песню. Ты делаешь песню, а в итоге, как она там, типа, стрельнет, не стрельнет. Это зависит только от того, задел ли ты нерв слушателей или не задел. Вот. Итак. Так, сейчас я увижу, как вас еще подключить кого-нибудь. Но мы не будем Адольфа Курову второй раз подключать, потому что все должны иметь равные какие-то шансы, потому что в прошлый раз Адольф Курова была. А хотя нет, ладно, черт не, почему нет. Давайте Адольфу Курову подключим. Да ладно, да че, почему нет. Все говорят, что я предвзят, что в следующий раз опять будет Жданов и голый мужик. Типа. Сейчас, блин, я промазал, походу. Вы уж меня простите. Так. Давайте кого-нибудь тоже попробуем. Ожидание Кристинка 30. Вот. Я тут недавно вспоминал, так как был во Франции, вспоминал, что раньше я... О! Да, промазал. Привет. Кристина 30. Кристина Москва. Окей. А почему 30? Тебе 30 лет? Нет, 30-го числа день рождения. Окей. 30-го числа какого месяца? Декабря. Декабря? Не повезло, знаю. Подожди, подожди, дай угадаю. Все детство твои родственники и друзья дарили тебе один подарок на два праздника. Да, да, да. И ты говорила, может, пожалуйста, день рождения, но это как бы мне еще на Новый год, типа там Рождество. Да, 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 да. Один на все три праздника. И никто никогда не приходит, тоже 31 декабря. У всех похмелье. Да, я скажу тебе вот что. У меня днюха 10 января. Я понимаю, о чем ты говоришь. Потому что у тебя совсем рядом, у меня 10 января. То есть, казалось бы, 10 дней можно протрезветь и подкопить. Ну, все равно. Маленькому Игорю, маленькому Игорю купить каких-нибудь машинок там, я не знаю, не знаю, чего-нибудь. Но мои родственники дарили мне один подарок на два праздника. И более того, даже моему брату, у которого день рождения 25 января, ему тоже дарили один подарок на два праздника. Вечная проблема. Слушай, стоит задуматься о том, кто же наши друзья и родственники, да? Да. Хорошо. Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты была когда-нибудь на наших пати? Не была? Нет. У тебя есть отличный шанс там побывать. Вот. И ты вообще слышала когда-нибудь наши песни какие-нибудь? Конечно. Конечно. Я в машине только вас и слушаю. Особенно по пути на работу. Это только то, что проходит. Окей. Хорошо. Хорошо. Окей, смотри. У тебя есть возможность, а ты знаешь, да, типа правила нашего конкурса, да? Ну, я слышала, да. Да, да. Короче, есть самая застремленная песня. То есть песня, которую больше всего включают пользователи социальной сети ВКонтакте за последние полгода из всех песен, на которых присутствует мой голос. Для тех, кто погружен совсем глубоко в наше творчество, я даже сделал подсказку, что эта песня снова с альбома «Человек в ежовых рукавицах», с последнего альбома, вот, моего. Но если ты там, допустим, совсем не погружена и не знаешь, чего с какого альбома, то ты можешь просто стрелять. Назвать любую песню. Что? Что-что? Назвать любую песню? Да, но в любом случае у тебя будет шанс получить билет и плюс один, чтобы ты свою подругу какую-нибудь, там, бойфренда взяла на концерт, вот, и потратилась только на, не знаю, на героиня перед концертом. Итак, давай, проверьте. Аспирин. О, ты угадала! Да ладно? Да, я не знаю, почему мне это так приятно, ты же угадала. Итак. Мало того, что ты помахнулся, так иначе... Слушай, так я... Да, ну это же очень круто. Я промахнулся, и ты угадала. То есть смотри, фактически, у нас будет концерт, но его уже заявили в Москве. Ты не планируешь уезжать куда-нибудь, там, типа, эмигрировать в Германию, там, типа, до... Нет, 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 я здесь. Окей, хорошо. Значит, тебе что нужно будет сделать? Блин, я... Почему вы не поздравляете победителей в комментариях? Поздравляйте победителей. Подписывайтесь там на ее страничку. На инстаграм. А там есть голые фотки в профиле хоть? Ну, чуть-чуть. Ну, в купальне. Нету? Чуть-чуть. Короче, ребят, если вы хотите подписываться на ее страничку... Так, звук пропал, я ничего не слышу. Лайките, только голые фотки, чтобы она, ну, типа, ела в этот стимул. Итак, тебе нужно будет написать... Так. Слышишь? Меня нужно написать мне в директ. В директ. Все, 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 услышала. Ты мне напиши... Запомни, у меня память как у рыбы. А, ну, я все, я помню. Да, короче, давай, тебя с победой. И скажи давай последний вопрос. В твоем городе проходил чемпионат мира по футболу. Ты была на стадионе? Нет, там было столько народу, что я не решила сунуться. Окей, ну, ты себе нашла аргентинского болельщика? Красава. А нафиг он мне нужен? Согласен. Вот, эта девчонка с 30 декабря имеет потрясающие взгляды. Поэтому давайте еще раз ее поздравим. Все, давай, хорошего дня, хорошего лета. Давай. Е. Спасибо. Ага. Так. Блин, круто. Я не знаю, чего я так обрадовался, что она выиграла. Но я не знаю, мне никогда никто ничего не выигрывал. То есть я же никогда не проводил таких конкурсов, которые... Я сам ее провожу. Вот. А, короче, чего я говорил, да? Про... И мы еще что-нибудь разыграем. Давайте... Мне так понравилось. Давайте еще разыграем два билетика, короче. Вот. Приехал во Францию. И вспомнил я вот пару недель назад, что раньше я очень хорошо говорил по-французски. И, в общем-то, язык этот я очень сильно забыл. В свое время, как вы знаете, я даже читал рэп от лица француза Хамада Туре, французского араба с акцентом. И есть, по-моему, четыре песни записанных. И пятая незаписанная, которая больше... Ну, судя по всему, я ее больше не запишу. Хамад Турез, у меня им пишется, если вам интересно, услышите Альтер-Эггарит Парак, кто не знает, то можно это найти. Вот. В ВКонтакте, в музыке. Но мало кто знает. То есть впервые я вообще об этом говорю, что есть еще... Был еще в планах один персонаж, которого я должен был тоже вводить как Альтер-Эгга. Это был шотландец Хиккель Берри Смит. Я не знаю, почему. Я придумал такое имя. Ну, короче, я в итоге написал текст, но слишком долго как-то вот это вот все оттягивал. Не записал в итоге этот текст, и потом мне эта идея надоела. Поэтому этот персонаж Хиккель Берри Смит, шотландец, он типа не состоялся, в отличие от Хамада Туре. Вот. А появится ли Хамад, я думаю, что, ну, скорее всего, не от чем, да. Вот. Еще был такой вопрос. Сейчас давайте на пару ваших вопросов отвечу сначала. Вот. Так, 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 так. Как ничмира? Чемпионат мира мне очень нравится, понравился, вернее. То есть я считаю, это определенно лучший чемпионат мира. И мне было безумно приятно, что это происходило в нашей стране. То есть, по-моему, это было очень круто. Так. Так, 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 так. Вот. Сейчас, сейчас. Меня немножко просто подтупливает все, простите. Но вот качество трансляции. Оставляет желать лучшего. Сейчас давайте кого-нибудь присоединю. Сейчас, секунду. Давайте мы выберем вот этого человека. Пытаемся. О, бит из ареса 12, пошел. Так. О, привет. Привет. Только тебя очень плохо слышно. Как тебя зовут? Меня Денис, и я с Полтавы. О, супер. Полтава, супер. Полтава, да? Это Украина, да. Да, и скоро, вроде как-то, Тони Раут и Талибал приедут. Скоро, да? Да, Раут и Талибал 19 сентября будут у нас. И ты приедешь к ним на концерт? Ну, да, я обязательно приеду. Я его очень долго ждал. Давай, передавай привет пацанам. Как ты что-то типа это? Ну, обязательно, и тебя ждем. Слушай, у тебя есть потрясающая возможность выиграть... Я не знаю, что ты можешь выиграть. Что ты хочешь выиграть вообще? Ну, не знаю, что ты можешь предложить. А я не знаю. Для меня уже честно, что здесь с тобой вечером. Так как я не еду в Полтаву, я не могу разыграть билет на концерт. Это же очень странно. Вот смотри, что ты хочешь выиграть вообще, в принципе? Ну, можно в первую новость, если у тебя есть там кофты. Вроде бы же у тебя были кофты. Кофты? Мерч. Кофты мы не выпускаем. Не? Не знаю. Не знаю. Это было бы круто. Но если бы у меня были... Я бы тоже хотел... А так, давай так. Смотри, схем. То есть, смотри. А ты рэп, рэп. Ты сам делаешь рэп? Да. Окей. А скажи мне, какой... По-твоему, какой твой самый лучший трек? Мой? Да. Как он называется? Не знаю. А как... Как по мне, для друзей. Меня? Да. Тебе плохо слышно. Да. Потребов вас, пожалуйста. Да-да-да. Как тебя зовут, как рэпера? Твой рэпер... Не знаю. Какой имя? Розик мне его звали. Так же. Окей. Хорошо. А на твоей... Скажем так, те, кто участвует в нашей трансляции, они могут найти твои песни? Нет. Не могут. Я... Типа, ну... Не записывал. Окей. Я делал много набросов, но... Нет. Окей. Ты только вначале... Давай... Давай мне пожелаем, чтобы ты... Распивался в этом направлении, в итоге всех порвал. Договорились? Да. Я тебе, кстати, скидывал пару своих набросков. Ты читал. Что я сказал? Там... Ты ничего не ответил. Ты прочитал сообщение. Да нет. Весел не прочитал. Все, бро. Давай. Беревет, передавай эту нерву за Талибалу. Давай. Чао. Хорошо. Да. Итак, давайте последнее что-нибудь вам расскажу. Многие спрашивают, так как у нас уже под конец, я думаю, самые терпеливые остались, я отвечу на вопрос про мистера Макинтоша и альбом «Мальта-Мальта кофе-трик». Короче, много-много лет назад я выпустил двойной альбом «Гарри Топор Анатомический театр» и мистера Макинтоша «Гватемала кофе-трик». На этот альбом «Гватемала кофе-трик» я засунул самые треки, которые не прошли бы по каким-то цензурным соображениям. И это получился полноценный альбом, который мы раздавили с китами и добавили туда сюжет. И у меня тогда была мечта когда-нибудь сделать спектакль по мотивам «Гватемала кофе-трик» как раз. Но на этом альбоме я заявил, что когда-нибудь будет продолжение. То есть «Мальта-Мальта кофе-трик» новый альбом типа мистера Макинтоша. Скажу вам так. Я не знаю вообще, в принципе, когда этот альбом будет. Когда-нибудь он будет обязательно. Но вы должны понимать, что чтобы написать это нужно очень-очень много времени, прямо мега много времени, сил и, ну, про средства, потому что это уже вопрос 25-й. Самое главное – это время и силы. Хотелось бы все-таки от лица себя, себя самого, то есть от лица Гарри Тапора выпускать сейчас материал и просто мистер Макинтош будет периодически появляться на треках. Вот, поэтому вот такой вот ответ. Еще я бы весной, тоже из новостей, я весной хотел бы на BPM побаттлить. До весны, я думаю, что баттлить, я думаю, вряд ли буду. Или зимой побаттлить. Так, да-да-да, бисмарк. Совершенно верно. Фигасе. Вы прям видите плетение какое. Ничего себе. Так, так-так, давайте сейчас последнего гостя мы подключим, поговорим. Сейчас, сейчас, сейчас. Секунду. Подождите. Ждем-ждем. Да-да-да-да. Привет. С камерой проблемы. С камерой проблемы? Да. А что у тебя все синее вокруг? Вот с камерой проблемы, с прошивкой проблемы. Окей. Просто ты похожа на такое изображение, что ты похожа, как будто ты умерла много лет назад. Мертвая шлюха. Типа ты такая вся синюшная. Знаешь, как будто ты уже разлакаешься. Ты зависаешь, Игорь. Ты где там? Ты сидишь в пивной и хочешь… Ты работаешь в пивной? Еще раз. Итак, ты работаешь… Наверное, судя по всему, она работает, вот как здесь пишешь. Работает в разливу. Ну да, мне кажется, что она работает там. То есть, или она там работает, или она там тусит. Есть всего два варианта. Чего еще? Какие новости? А, ну да. Я буду еще судить Versus. Вот. В общем-то, мы планировали это все провернуть. Ладно, ребят, давайте вам пока-пока. Получилось наконец-то с вами пообщаться. Сори, что долго не выходил, вот. И надеюсь, что вы скачиваете, слушаете песни, ходите на концерты, потому что вот я посмотрел краски, как я говорю, стали только больше. Поэтому, ребят, все делается ради вас. Надеюсь, мы с Тони Раутом не станем брюзжащими стариками и будем продолжать делать, короче, музыку в ногу со временем, но в то же время, чтобы оставалось типа частицы нас. Поэтому, ребят, давайте. Всем пока. Всем спасибо. Вот. Мистер Микен тоже с вами. Подписывайтесь на канал.